Когда началась война, Марии Щербаковой было всего 20. Юная девушка, как и её подруги, отправилась на фронт. Из столицы Башкирии, где был сборный пункт, Мария Никитична сразу попала в один из фронтовых госпиталей. Он находился в городе Барановичи в Белоруссии. Вторым местом пребывания юной санитарки была лечебница в Бобруське. Привезут грязные, чумазые. Кто ходит, кто не ходит, пока помоешь. Но прежде чем нам их мыть, мы оббежим и спросим, кто из Башкирии. Самое главное, Башкирии наши. Так все удивлялись больные. Как это так, говорят, из Башкирии? И по-русски так хорошо говорят. А у нас госпиталь был башкирский. Все, и врачи из Башкирии, и я санитаркой была. Ой, не дай бог, конечно. Конечно. Но ничего, все пережито. Из их большой семьи на фронт попали четверо. Вернулись лишь отец Марии и она сама. Двое родных братьев погибли. За годы войны Мария не кисечно повидала всякое. Больные и раненые солдаты, фронтовые романы, а еще длинные письма домой, содержание которых тщательно проверялось. Я маме пишу письмо. Весь грех закрывает у нас халаты. То, что в госпитале работал, в халатах ходил. И представьте, зачеркнуто все было. Раньше ведь так же письма были. Чуть не так написано, все, черт. Проверяли, как на письмо. Да. И вот. И они тогда взяли керосином облили эту бумажку, письмо. И на свет, на лампу. И прочитали. Вот какая жизнь была. Просматривая старые фото, Мария не кисечно вспоминает о своем детстве. Даже в довоенные годы их большой семье приходилось тяжело. Жили они бедно, кулачили. И будучи еще маленькой девочкой, Мария Щербакова училась зарабатывать на хлеб. Учиться мне не пришлось. И внук и то говорил. Я однажды стала рассказывать. Я говорю, я в первом классе училась в три года. А он рот разинул. Говорит, вот тебе на, бабуля. А меня за тройку ругаешь. А сама три года в первом классе училась. Я говорю, сын Ольга, я училась как? Пойду в сентябрь месяц поучусь. Отдали мне в няньки. Я уже не учусь. Сейчас Мария Никитична живет с дочкой и зятем. Ее внуку уже 31 год. А любимая внучка замужем и родила правнука. На праздники они приезжают погостить. В эти дни Мария Никитична забывает о всех пережитых бедах и радуется теплому общению с семьей. Ксения Зайцева, Марат Самигулин, информационная программа «Ежедневник».